В Москве завершился пятый международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики. В Москве – крупнейшее событие в области разработки, внедрений и реализации энергоэффективных технологий развития энергетики. В очередной раз форум подтвердил статус главного энергетического события года. За три дня его посетили почти 16 тысяч человек. Губернатор Сергей Морозов также принял участие в работе форума. Выставочная экспозиция НС была обширной. Российские международные компании представили лучшие решения в области энергосбережения на более чем 40 стендах. Насыщенная была и деловая программа. Прошло более 40 мероприятий, кулинарных заседаний, дискуссий, круглых столов и совещаний. В дни работы форума подписано несколько соглашений. Так, в Ульяновской области французская компания «Легран» договорились о строительстве завода по производству низковольтного коммутационного оборудования. На предприятии в Ульяновске будут производиться пластмассовые кабельные каналы, автоматические выключатели, кабельные лотки, трансформаторы и другая электротехническая продукция. Несмотря на санкции, иностранные инвесторы высоко оценивают перспективы сотрудничества с российскими регионами. Это наше второе соглашение этого рода. То, что мы получили от первого, это огромный шаг в период в нашей программе по локализации. Все это делается в Ульяновске. И вот это второе соглашение для нас должен быть второй шаг еще дальше. И мы хотим достигать больше еще процентов. Мы хотим достигать, чтобы через два года у нас было 50% локализации всех наших продаж в России. Мы получили много советов. Они нам много объяснили. Они помогают. И губернатор, администрация, корпорация. То есть это реально такой партнершип. И поэтому мы продолжаем в Ульяновске. В Ульяновской области немецкая компания создаст производство металлических изделий высокой точности. Соответствующее инвестиционное соглашение заключено в рамках международного форума «Локализация производства, развитие промышленного потенциала и профобразования в России». Общий объем прямых инвестиций из Германии в экономику нашей региона составил уже почти под полмиллиарда евро. При этом многие немецкие инвесторы создали от небольшого количества до многосотенного количества рабочих мест. В общей сложности уже более двух тысяч высококвалифицированных рабочих мест. Я говорю только о них. Я не говорю о сопутствующих рабочих местах. Всего за последние пять лет мы привлекли, и я говорю только о крупных, я бы назвал таких вот германских лидеров экономики, 10 крупных компаний, которые построили у нас заводы по производству автомобильных компонентов, например, всемирно известная компания «Шефлер», или завод по производству блоков двигателей, всемирная такая немецко-мексиканская компания, как «Немек», или компания «Джеки Пластик» построила замечательное производство, или компания «Хентель», которая выпускает строительные смеси и сегодня является лидером в Российской Федерации. Я уже не говорю про то, чем мы сейчас особо гордимся и постоянно приводим в пример. Я веду разговор о компании «ДМГ Мори», лидер станкостроения в Российской Федерации. И это самый современный завод не только в России, но и в мире. Их всего-то в мире пять таких заводов, и вот самые современные у нас находятся в Ульяновской области. Именно поэтому, наверное, благодаря, опять же, сотрудничеству с германией, с германскими, бизнесами, нам удается привлечь внимание к Ульяновской области и представителей других европейских компаний. Мы достаточно активно уделяем вниманием и локализации производства. Например, предприятие «ДМГ Мори», о котором я уже сказал, когда заходило, сразу же для себя обозначило в качестве приоритетного именно это направление. И, как результат, сейчас начинает появляться самостоятельный парк поставщиков. Причем не только европейских или японских, но и российских. И это не может не вызывать чувство огромного уважения, потому что таким образом и наши инновационные компании подтягиваются до того уровня, которым сегодня гордится станкостроение в мире. А что это дает нам, как минимум, у нас в России? Ну, во-первых, позволит значительно сократить логистические издержки за счет очень близкого размещения производственных комплектующих для станков и комплектации на соседних площадках, партнерских производственных отношений. А с другой стороны, это дает возможность, я еще раз говорю, подготовить высокотехнологичные рабочие места и научить наших молодых людей, которые приходят в этот бизнес, работать так же эффективно, как работают в Европе или в Японии. Знакомство компании с регионом состоялось в рамках визита представителей немецкого бизнеса по приглашению губернатора в сентябре этого года. Руководитель компании-инвестора Special Tool Technology Петер Ландо отметил большую поддержку, оказанную правительством и корпорацией развития региона в процессе переговоров по проекту. Общий объем инвестиций в проект немецкой компании составит более 10 миллионов евро. Инвестор с инвестором намерены осуществить реализацию проекта до середины следующего года. Мы уже начали, мы уже ведем переговоры, планируем, в зависимости от того, как переговоры будут продвигаться, где-то к середине, к концу 2017 года уже начать выпуск первой продукции. Наши отличительные черта – мы производим то, что не могут производить другие. Это металлообработка, мы производим металлоизделия, очень сложные, высокоточные. Для энергетики, для самолетостроения, для автопромышленности. Немецкой компанией не остается другого выхода, как приходить в Россию и локализовывать производство. И все эту тенденцию почувствовали и пошли в Россию. Ульяновская область, она всегда была впереди. На объезде в Ульяновск со стороны Братаевки может появиться памятник легендарному ульяновскому внедорожнику. С таким предложением выступил Сергей Морозов на рабочей встрече с гендиректором УАЗ Вадимом Швецовым. По мнению главы области, основам монумента могут составить три самых узнаваемых модели автомобиля УАЗ. Глава региона отметил, что в принятом бюджете 2017 заложены большие средства на развитие экономики. А также подчеркнул, что правительство области готово и в дальнейшем сотрудничать с УАЗом. Мы хотели бы запустить, взаимодействие с автомобильным заводом. Первое – это продолжить программу, связанную с фермерами, с агропромышленным комплексом, то есть автомашины в каждой сельской доме. Я считаю, что мы могли бы на следующий год утроить, о том, может быть, даже и больше, объема поставки автомашины не только в сельхозпредприятии, но и в сельскохозяйственные организации, учреждения, в том числе и в бюджетной сфере. Потому что машина реально очень хороша и очень комфортна для сельской местности. Третье – я бы хотел, чтобы вы по возможности дали поручение. И мы проработали вопрос с руководством здесь на месте о возможности реализации проекта, связанной с приобретением автомобилей для участковых инспекторов милиции. В Ульяновской области усилят работу по подготовке квалифицированных кадров. Органы власти и предприятия региона заключили соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки квалифицированных кадров. Подписание документа состоялось в рамках заседания Межведомственного совета по развитию человеческого потенциала, которое провел губернатор Сергей Морозов. У нас очень хорошие перспективы, связанные с развитием, связанные с повышением инвестиционного, предпринимательского потенциала. И одновременно, конечно, все это придет к тому, что нам нужны будут дополнительные кадры, дополнительные профессии, которые мы должны с вами в уровне подготовить. Именно поэтому мы уделяем большое внимание нашему совету, Межведомственному совету по развитию человеческого потенциала. Именно поэтому, наверное, понимая все это, мы одни из самых первых в Российской Федерации и вообще в целом переформатировали работу нашей областной власти, государственной власти и выделили большой сектор под названием человеческий потенциал. Готовясь к сегодняшней встрече, я попросил своих коллег из разных организаций, в том числе из правительства, поработать вообще в целом над смыслами, над положением Межведомственного совета и попытаться внести мне предложение о том, что мы должны сделать для того, чтобы действительно мы очень эффективно готовили и развивали кадровый потенциал. Именно поэтому, коллеги, мы вносим предложение переформатирования работы, переформатирования постановления, связанных с полномочиями Межведомственного совета. Мы хотим добавить сегодня ряд дополнительных полномочий, например, такие, как рассмотрение и утверждение стратегий, концепций, направленных на развитие кадрового обеспечения в Ульяновской области, а также перечень перспективных и постребованных профессий на рынке труда в Ульяновской области. И мы в самое ближайшее время будем напрямую индивидуально встречаться с нашими главными предприятиями, как традиционными, так и вот с нашими партнерами. Будет это, так сказать, ряд серьезных турецких компаний, чтобы четко понимать, как будет развиваться это предприятие, какие кадровые ресурсы мы должны для них готовить, что нам нужно сделать для того, чтобы им было здесь максимально комфортно и они не испытывали давление на свой бизнес из-за нехватки кадров. Согласно подписанному документу, между предприятиями, образовательными организациями будет создана новая система взаимодействия. Основные вопросы – трудоустройство выпускников вузов и СУЗов, мониторинг высококвалифицированных кадров, профессиональная ориентация молодежи. Кроме этого, органы власти и предприятия окажут содействие в модернизации материально-технической базы образовательных организаций. Ульяновскому гвардейскому Суворовскому военному училищу исполнилось 25 лет. Торжественное мероприятие прошло в концертном зале ДК «Губернаторский». В праздничной церемонии приняли участие глава региона Сергей Морозов, командующий воздушно-десантными войсками, генерал-полковник Андрей Сердюков, член областного правительства, ЗСО, администрации города, военнослужащие, руководство, педагогический состав, а также выпускники и воспитанники училища. Четверть века – лишь современная страница вашей богатейшей истории, которая ведется с образования Симбирской военной гимназии. Ваши стены буквально пропитаны духом воинской славы России, создаваемой братством ее защитников, выпускников кадетского корпуса, пехотной, стрелково-артиллерийской и бронетанковой школ, Ульяновского гвардейского танкового училища. И все они учили здесь главному – любви к своей Родине, верности долгу и суворовской науке побеждать. Сердечно благодарю преподавателей и воспитателей, которые в учебе и на тренировках, в аудиториях и на полигонах передают своим воспитанникам знания, помогают определиться с профессией, закаляют характер и формируют их нравственные качества. Именно так и должны воспитываться будущие защитники Отечества, истинные патриоты, настоящие граждане великой страны России. Убежден, что вы и дальше будете умножать традиции, авторитет и ценности суворовской системы образования. И что ульяновские суворовцы всегда будут служить воплощением лучших качеств русского офицера и гражданина. 8 лет назад Ульяновское гвардейское суворовское училище вошло в состав военно-учебных заведений воздушно-десантных войск. Главными ценностями при подготовке учащихся являются не только качественное образование. Здесь воспитывают не просто патриотов, а людей, предназначенных для государственной службы в вооруженных силах России. Училище – это школа, которая дает детям не только среднее образование, но и начальное военное, что позволит им успешно продолжить свое обучение в этом направлении. Площадь Ульяновского театра юного зрителя будет расширена. Вопрос поддержки и развития небольшого театра Сергей Морозов обсудил на встрече с коллективом учреждения. Мероприятие приурочили к 15-летию ТЮЗа. Мы приняли решение переформатировать работу Министерства культуры и искусства в Ульяновской области. И это будет один из самых главных приоритетных проектов у нового правительства и органов государственной власти региона. Именно поэтому принято решение о новом руководителе министерства. Именно поэтому принято решение о том, что мы в ближайшее время с руководителями встречаемся и создадим большой проектный офис. Мы создадим большую корпорацию развития культурных инициатив в Ульяновской области. И, несомненно, вернемся к тому, о чем мы говорили буквально несколько лет назад, говоря о том, что Ульяновской области будет одним из самых креативных или, по-другому, творчески активных регионов Российской Федерации. Потому что мы постоянно слышим уже в голос, если раньше мы читали просто, то сегодня уже слышим в голос о том, что нефть, газ и многие другие природные ископания, на которых зижится наше благополучие в Российской Федерации, кто-то говорит через 30, кто-то говорит через 50 лет. Вот Грек мой давно сказал о том, что друг другое время назначил закончиться. А тогда что будет мне тратиться в своем будущем? И я очень часто говорил, и сейчас еще раз выражительно повторить о том, что на креативных людях, на творчески активных людях это тот ресурс, который у нас с вами, слава богу, не закончился там с Владимиром Ильичем Лениным. У нас и после него очень много талантливых людей, и может быть даже более талантливых, чем он сам. Поэтому, ребят, спасибо огромное, что вы именно вот своим творчеством, своим талантом подтверждаете о том, что мы можем рассчитывать на вас, как на огромный источник, локомотив, как принято говорить у нас у чиновников, развития. И мы надеемся, что вы и дальше будете помогать нам, помогать себе, помогать нашей замечательной стране активно развиваться. Губернатор поручил рассмотреть возможность решения жилищных проблем актеров, в том числе за счет предоставления льгот на приобретение квартир. Кроме того, проработают вопрос расширения зданий небольшого театра. Сейчас есть трудности с хранением костюмов, а декорации изготавливаются прямо в фойе театра, что, конечно же, также доставляет неудобства. В следующем году будет разработана необходимая проектно-сметная документация, после этого театр отремонтируют. Предполагается, что к 2020 году Ульяновский театр юного зрителя откроет свои двери в обновленном здании в большей вместимости. Кроме того, в ходе мероприятия состоялась церемония награждения. Сергей Морозов вручил почетный знак Ульяновской области за веру и добродетель главному режиссеру Марине Корневой, а также передал коллективу сертификат на 100 тысяч рублей на приобретение комплекта швейного оборудования для костюмерно-пошивочного цеха. В Ульяновской области стартует приоритетный региональный проект «Патриот-2030». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Морозов в ходе рабочего совещания Президиума Совета по демографической семейной политике национальным проектам. «Очень правильно, что и российские региональные политики. Мы наметили ряд очень интересных направлений. Как я понимаю, мы называем этот проект «Патриот-2030». Андрей Александрович, мы в «Патриот-2030» не докладывали, сформировали несколько рабочих выплаток в проектные офисы. И я надеюсь, что сегодня «Патриот-2030» с вами доложат о том, каким опытом мы будем делиться в этом приоритетном для страны и для Ульяновской области направлений. Однако сейчас проектная работа нам понятна, и нам необходимо действовать в такой же логике. Поэтому давайте, коллеги, мы сейчас с вами поговорим о том, что нам необходимо сделать, чтобы соответствовать и требованиям нашего президента, и требованиям нашей страны, и требованиям сегодняшней обстановки для того, чтобы Ульяновская область была не только в обанкарте вот этих всех преобразований, которые делаются, но одновременно, чтобы мы с вами в полном объеме достигли той цели, о которой мы говорили буквально 10 лет назад. Мы должны выйти на положительный пример, мы должны выйти на положительный показатель, связанный со здоровьем и детей, и мам, да и пап, в том числе. Проект будет реализован в два этапа – с 2017 по 2021 годы и с 2022 по 2030 годы. Его главная особенность в том, что в нем учтены все демографические показатели. Для реализации проекта созданы четыре проектные команды по основным направлениям демографической политики региона – увеличение рождаемости, снижение смертности, рост продолжительности жизни, уменьшение количества разводов и повышение числа браков. В Ульяновской области продолжается восстановление Спасского женского монастыря. Сергей Морозов осмотрел территорию духовного центра и провел совещание по вопросам хода проводимых работ. В мероприятии приняли участие представители правительства Ульяновской области, члены администрации города, а также духовенства. Нам не менее важно нам показать заниматься еще одним приоритетным направлением власти региональной идентичности, то есть в состоянии той самозначимости в деревне Сибирске, в современной Ульяновской области и в городах самих ульяновцев и в масштабах нашей замечательной страны. И один из таких проектов по инициативе еще владыки Капана должен быть у нас с вами спаски. Давайте мы с вами договариваемся на системе встречаться, обсуждать. И сегодня поговорим, где это находится, что у вас необходимо уточнить для того, чтобы партнеризм реализован. Я напоминаю о том, что у вас у всех амбициозный план, который сейчас еще раз с вами сейчас говорил, что контрольный сон, открытие первой части спасского женского областей, а на практике такой очень яркой части, это 7 января осталось, чтобы завалить цены. Практически состоит полтора месяца. Работы, конечно, состоит еще очень много, но это еще раз в первую часть. Напомним, строительные работы начаты весной 2016 года с сестринского корпуса. На следующем этапе будет вестись деятельность по воссозданию игуменского корпуса, где разместятся иконописные швейные мастерские. Затем будет построена колокольня с надвратным храмом. Последним этапом станет воссоздание Спасского собора в его историческом виде. Кроме того, планируется, что на базе восстановленного корпуса будет открыто специализированное духовно-культурное учреждение, где будут работать библиотека и учебный центр. Губернаторскую ярмарку посетили 35 тысяч ульяновцев. Расширенная торговля сельскохозяйственной продукцией прошла в Заволжском районе регионального центра. Выручка сельхозпроизводителей на ярмарке составила более 18 миллионов рублей. Фестиваль овощных солений и маринадов стал самой масштабной ярмаркой за весь осенний сезон. Всего же с начала осеннего сезона губернаторские ярмарки посетили более 200 тысяч человек. Напомним, соответствующие мероприятия проходят по инициативе губернатора Сергея Морозова. Главная цель – стабилизировать цены на социально значимые продукты питания, а также обеспечить внутренний рынок отечественным продовольствием. Ассортимент продукции традиционно широкий, ее качество на высоком уровне, а цены на 10-12% ниже рыночных. На ярмарочной торговле представлен весь спектр сельхозпродукции – от свежего мяса до сахарного песка. Следующая торговля сельхозпродуктами под названием «Фестиваль крупенных изделий» состоится 3 декабря в Ленинском районе. В преддверии Дня матери Сергей Морозов наградил жительниц Ульяновской области. У нас с вами есть уникальная возможность сегодня здесь отметить один из самых трогательных, самых человечных праздников – День матери. Хотя, наверное, каждый из нас называет его несколько по-другому. День мама или мамин день. Лично для меня этот день всегда был особенным, тем более, что он действительно посвящен нашим самым близким, самым дорогим и самым любимым людям на свете. Он посвящен вам, конечно, дорогие милые женщины, дорогие мамы, дорогие бабушки. Позвольте мне от имени государственной власти нашей страны, от имени государственной власти Ульяновской области, от лица всех жителей нашего региона тепло и сердечно поздравить вас всех с этим замечательным праздником. В вашем лице, дорогие женщины, я, конечно, поздравляю не только здесь, находящихся в этом зале, но и всех мам, всех бабушек, которые проживают в нашем регионе. Ну и, конечно, я хочу поздравить и тех, кто пока, может быть, не испытал великого чувства материнства, но готовиться к этому. Свои особые поздравления и позвольте мне особую личную признательность передать многодетным мамам, а также тем, кто дарит любовь, добро, нежность ребятам, которые в силу разных причин остались без родителей. Это вы, дорогие мамы, дорогие друзья, подарили этим ребятам счастье. Это вы заново открыли их сердца. Это вы заново окружили их заботой и помогли осуществить самое главное и самое естественное человеческое право. Право на проживание в семье. Неси вам поклон за это. И огромная сердечная благодарность за вашу душевную щедрость, за самоотверженность и за смелость. И еще за тот замечательный пример, который вы подаете всем нам, всем россиянам. Дорогие друзья, все вы прекрасно знаете, что главным приоритетом в работе органов государственной власти и страны под руководством Владимира Владимировича Путина и у нас в регионе всегда по всем временам была и остается поддержка материнства, детства, забота о семьях. Абсолютно все, что делается в регионе, предназначено как раз для улучшения жизни наших земляков и наших семей. Для улучшения нашей с вами жизни. Мы привыкли к мысли о том, что одновременно с развитием региональной экономики крепнута наши семьи. И это абсолютно справедливо. Но я хочу переночить вот, в какой-то степени это высказание. Вслед за тем, как крепнут наши семьи, крепнет и наша область. У ордена Ленина, Ульяновская область. Традиционно мы, конечно, очень много занимаемся укреплением материальной базы, законодательной базы. И я вот могу с гордостью сказать, опять же, что буквально на днях в другом красивом зале, в зале Дворца Бракосочетания, мы обсудили и приняли решение о реализации очень интересного проекта. Он называется у нас Патриот 2030. Именно так вот мы уже на 30-й год замахнулись и понимаем, что нам нужно до 30-го года сделать, чтобы Ульяновская область была счастливой территорией. Мы, несомненно, выполним это. В ближайшее время мы проведем паспортизацию семей, которая позволит повысить адресность, оказываемую им социальной поддержке. При создании базы данных будут учитываться условия проживания, потребность получения помощи от органов государственной и муниципальной власти. Мы, конечно, посмотрим, как живут дети. Кроме того, мы организуем бесплатное медицинское обследование, социальное сопровождение семей, заключение социально-демографических контрактов. И многое-многое другое. Все это будет направлено на повышение благостояния семьи. Для нас это так же важно, как в целом вся семейная политика. Глава региона вручил жительницам региона почетные знаки Ульяновской области материнская слава и благодарственные письма за заслуги в укреплении семейных традиций и достойное воспитание детей. Также Сергей Морозов поздравил супругов Рустама и Наталью Шагиевых, которые представлены к награждению медалью ордена «Родительская слава», учрежденного указом президента Российской Федерации. Лучшие работники АПК были отмечены региональными и федеральными наградами. Этот год стал показательным для аграриев и фермеров Ульяновской области. Удалось достичь небывалого урожая зерновых и зернобобовых культур. Уверенно развивается самолочное животноводство. Однако планы следующего года не менее амбициозны – побить собственные рекорды. Сергей Морозов подвел итоги ежегодных региональных конкурсов и наградил лучших механизаторов, фермерские хозяйства и лучших операторов машинного доения. Сергей Морозов принял участие в церемонии награждения победителей регионального этапа «Педагогический дебют». Вы хорошо знаете о том, что этот конкурс проходит у нас в регионе уже в седьмой раз. И я очень рад, что с каждым годом вы, дорогие друзья, молодые учителя, проявляете к нему все больше интереса. И, конечно, мы только что сейчас с полночей ас-министра об этом говорили. Все лучше и лучше себя показывать и на региональном уровне, и, конечно, на федеральном. Хочу, если бы, поздравить вас всех, кто добался мужества, набрался желания и счел возможным для себя участвовать в этом замечательном профессиональном конкурсе. Не зависимости от того, ребят, сразу могу сказать от его итогов, результатов, вы все победите. Я думаю, что вы и сами это прекрасно понимаете, потому что одно дело где-то сидеть и переживать за свой участник, а другое дело самому участвовать. И это, может быть, первый шаг и есть самый трудный, который не все могут сделать, а вы сделали. Конкурс проводился по двум номинациям. Молодые учителя и молодые управленцы. Всего его участниками стали 37 педагогов, чей стаж не превышает 5 лет. Глава региона вручил победителям дипломы и сертификаты на денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей.